Привет! В этом видео я расскажу тебе, как торговать на Binance фьючерсами максимально простыми словами, как бы я рассказывал это лучшему другу. А если что-то будет непонятно, то всегда можешь написать в комментариях, я постараюсь ответить на твой вопрос. Чтобы начать торговать на фьючерсах, необходимо сначала зарегистрироваться на Binance и регистрироваться, я тебе советую по ссылке в описании. Так ты получишь 20% скидку на торговой комиссии на Binance. На фьючерсном рынке комиссия будет чуть ниже, 10%. Но все равно это максимальная комиссия, которую ты можешь получить. После регистрации вот здесь, в разделе, где человечек нарисован, перейти в разделе панель инструментов. Можешь листнуть ниже. И вот здесь, в разделе торговля фьючерсами, включи дополнительную скидку 10% на торговлю на фьючерсах. Итого у тебя получится 20% скидка на комиссии при торговле на фьючерсах. Тебе нужно просто перевести BNB на фьючерсный кошелек. То есть на спотовом кошельке у тебя будет скидка при регистрации по ссылке 20%, плюс вот здесь включаешь скидку еще 25%. Итого ты будешь на 45% меньше платить комиссии. На фьючерсном кошельке у тебя будет скидка 10% плюс 10% при регистрации 20%. Это очень выгодно. Любые сэкономленные комиссии – это недополученная прибыль. Вернее, это полученная прибыль, которую ты получаешь просто за обычные сделки. После этого перейди в раздел кошелек, обзор кошелька. И вот здесь будут все кошельки, которые есть у тебя на Binance. Необходимо произвести пополнение кошелька из раздела «Купить криптовалюту». И здесь можешь выбрать P2P торговля. Пополнить свой кошелек, после чего у тебя деньги будут, скорее всего, в разделе «Пополнение». Тебе необходимо перевести их на фьючерсы USDM. Перевести их можно с помощью вот такой вот стрелочки «Перевод». Выбираешь, откуда и куда будешь переводить. Вверху «Пополнение», внизу «Фьючерсы USDM». Если не получится, то сначала на основной аккаунт, можешь на Fiat и Spot перевести, а потом уже на фьючерсы. Вот сейчас можем перейти на фьючерсы USDM. В разделе «Активы» у меня есть 87 долларов для того, чтобы показать тебе, как работают фьючерсы. Также на фьючерсном кошельке обязательно должны быть монетки BNB. Потому что ты помнишь, если они у нас тут будут лежать, то часть комиссии будет оплачиваться с помощью этих монеток. Точнее, вся комиссия на фьючерсы будет оплачиваться с помощью этих монеток, и ты получишь скидку 10% BNB. Переходим в раздел «Деривативы», «Фьючерсы USDM». Сначала у тебя здесь может быть какое-то обучение, ты можешь его просто закрыть, потому что это видео и так будет полноценным обучением. Сначала давай настроим рабочую область. Вот здесь справа вверху есть шестеренка, наведя на которую ты можешь выбрать тему, например, светлую или темную, какая тебе удобнее и приятнее для глаз. Есть разный стиль. Это просто цвет графиков, который ни на что не влияет, кроме как восприятия. Посмотри, чтобы вот здесь у тебя стоял продвинутый. Ничего здесь продвинутого нет, просто так удобнее торговать. Ну что, давай изучать. Вот здесь отображаются монеты, которые ты добавил в избранное. Вот здесь ты можешь переключаться между этими монетами и добавлять их в избранное. Видишь, я нажимаю на звездочку, и вот здесь появляется монета Bitcoin Cash. Я могу убирать или обратно сюда добавлять. Между этими монетами мне легко переключаться, просто как между вкладками в браузере. Я могу переключиться на одну монету, на другую, а здесь быстренько у меня посмотреть график, купить что-то или продать. Поэтому сюда стоит добавлять те монеты, которыми ты будешь торговать. Далее отображается цена этой монеты. Есть вот такие две цены. Цена маркировки и цена индекса. Цена маркировки – это цена монеты на конкретной бирже Binance. А цена индекса – это цена монеты, которая сопоставляется сразу с нескольких бирж. Цена индекса используется для ликвидации. Это такой защитный механизм от высоких скачков на конкретной бирже. То есть, если, например, на Binance появится какой-то покупатель, который прям резко начнет продавать свои активы, а на других биржах цена останется, например, 41 тысячу долларов, а на Binance вдруг станет 40 тысяч долларов или 39 тысяч долларов, какая-то манипуляция произойдет рынком, то у тебя все будет считаться по цене индекса, по средней цене между всеми биржами. Эта манипуляция на тебя никак не повлияет. То есть, на это, в принципе, можешь не обращать внимания, просто знай, что вот такая вот разница есть между маркировкой и индексом. И пока что не забивай себе этим голову. В ставке отображается комиссия, которую люди заплатят через 7 часов за то, что они держат открытые позиции по фьючерсам. Фьючерсы – это не спотовый рынок, здесь мы с тобой не покупаем активы. На спотовом рынке мы покупаем что-то, да, там, биткоин либо эфириум. На фьючерсах мы покупаем просто контракты на владение биткоином или контракт на владение эфириумом. То есть, на бумажке у нас как бы записано, что мы владеем, что мы можем владеть биткоином. Но на самом деле мы им не владеем, это просто бумажка, которую мы покупаем или продаем. Может показаться, что лучше торговать на споте, но на самом деле на фьючерсах есть намного больше инструментов. И благодаря тому, что мы торгуем не реальными активами, а бумажками на эти активы, мы можем совершать намного больше гибких действий. Изменение цены за 24 часа показывает как менялась цена. Например, она вот выросла на 0.9% и вот на столько долларов она выросла. Максимальная цена за 24 часа, минимальная за 24 часа, объем торгов в биткоинах за 24 часа и объем торгов в долларах за 24 часа. Объем считается так, на 10 долларов ты купил, потом на 10 долларов ты продал. Итого у тебя объем 20 долларов. Так что вот тут, вот столько в биткоинах и вот столько в долларах Далее вот здесь есть такая панель для быстрого доступа, которую ты можешь вот сюда, например, перетащить, чтобы тебе удобнее было Вот здесь, кстати, есть настройки, где ты можешь отключить то, что тебе не нужно Вот эти там объемы или что-то еще ты можешь отключить Но на самом деле все это оставь, в будущем научись этим пользоваться Мне просто больше нравится вот сюда перетащить это, чтобы оно тут не мешалось на графике Далее справа мы имеем биржевой стакан Биржевой стакан показывает заявки на покупку и на продажу Внизу показаны уже исполненные заявки То есть вот эти все люди хотят купить вот по такой цене, а вот и по такой, и по такой Здесь написан объем, размер в долларах, сколько они хотят купить И сумма тоже в долларах, сколько они хотят купить Вот здесь на покупку, вот здесь, соответственно, на продажу Вот здесь исполненные сделки прямо по времени пишутся, на какое количество долларов купили или продали Зеленые это купили, красные это продали. И здесь можно стакан настраивать. Можно поставить, чтобы только были на покупку или только на продажу. Либо общий стакан, когда и на покупку и на продажу. Вот здесь справа находится основная панель, с которой мы будем с тобой работать чаще всего. Потому что именно здесь мы выставляем заявки на покупку или на продажу. Если говорить прямо совсем просто, то фьючерсы позволяют нам не просто с тобой купить что-то или продать. Он позволяет нам поставить на понижение, либо на повышение, куда пойдет цена, вверх или вниз. И это не бинарные опционы, где у нас есть какое-то определенное время, когда мы должны угадать, какая будет цена через минуту. Нет, здесь ты сам выбираешь, когда закрыть свою позицию. Ты можешь поставить на понижение. И если цена пойдет вниз, и ты такой, все, окей, хватит, я фиксирую прибыль, ты можешь ее зафиксировать прямо в тот момент, когда ты хочешь. И мы с тобой сейчас будем учиться все это делать. Внизу отображаются твои открытые позиции, открытые ордера, истории ордеров, транзакции, история транзакций, активы. Вот здесь отображается уровень комиссии, который мы чуть позже обсудим, чем отличается комиссия тейкера от комиссии мейкера. Самое главное, что нам нужно знать, это маржа. Маржа это главный инструмент фьючерсов. Он позволяет нам торговать с большим количеством активов, чем у нас есть. Смотри, давай вот здесь вверху я вместо 10x выберу 1x. У меня есть, например, 10$. Введу их здесь, ну или давай, например, 50$. Вот здесь вверху у меня отображается доступный баланс, 87$ на балансе. Ну, у меня, например, есть 50$. На 50$ я хочу открыть позицию на повышение. Для этого нажимаю «Купить лонг». Вот здесь указываю цену, по которой я буду покупать в лонг, то есть на повышение. Могу ее в стакане прямо вот здесь выбрать, либо нажать вверху «Рынок», и тогда я по рыночной цене откроюсь, по той, которая сейчас есть. Вот прямо сейчас откроюсь и не буду ждать по той цене, которая есть. Я откроюсь на 50$ на ту сумму, которую я указал. Но так как я торгую на фьючерсах, я могу использовать дополнительные деньги биржи. Взять у нее деньги в кредит для открытия позиции на большую сумму. Для этого я могу выбрать не 1x, а, например, нажать на плюсик и выбрать 2x. Соответственно, те деньги, которые я вот сюда вписываю, это уже x2 от того, что я сюда вложу. Вот здесь внизу написана стоимость 20$. На самом деле она будет около 25$. Это будут мои деньги, которые я сюда вложу. Они умножатся на 2, то есть в 2 раза больше еще столько же денег мне даст биржа. Тем самым я могу торговать на деньги, которых у меня нет. Если у меня даже небольшой бюджет, я все равно могу взять в долг и торговать с этими деньгами. В долг под небольшой процент, совершенно низкая ставка, но прибыль я могу забрать себе с наторгованных денег. Что это значит? Это значит, что если я захочу вложить 50$, то биржа Binance умножит мои активы на 2. То есть у меня станет 100$ для покупки или для продажи, то есть для того, чтобы поставить на повышение либо на понижение. Если я вложу 1000$, то Binance мне еще даст 1000$, еще столько же, да, в 2 раза больше. И у меня станет 2000$. Я могу увеличить плечо и сделать x3, тогда Binance умножит все мои деньги на 3. Могу поставить x4 или даже x5, тогда он увеличит все мои деньги на 5. Нажимаю подтвердить. Казалось бы, что плечо это идеальный инструмент. Мы берем деньги в долг, платим небольшую комиссию и получаем большую прибыль. Но на самом деле это работает в обе стороны. Не только прибыль мы будем получать большую, но и большие убытки будем получать в случае, если наш прогноз не сработает. Например, если мы поставили на повышение по текущей цене и цена выросла на 10%. Она выросла всего на 10%, но так как у нас было плечо 5x, то мы получим не 10% прибыли, а в 5 раз больше, 50% прибыли. Но в то же время, если мы поставили на повышение и цена упала на 10%, то мы получим не 10% убытков, а 50% убытков. Почему мы получим 50% убытков? Потому что мы брали деньги в долг и столько же, сколько мы брали, мы должны вернуть. Соответственно, убытки кредитные деньги не несут. Кредитные деньги как оставались определенной суммой, например, Binance нам дал 250 долларов в кредит, в долг, так мы ему и вернем 250 долларов. Даже если цена идет вниз и наша общая позиция падает, мы все убытки будем компенсировать своими деньгами, которые мы сюда вложили. Так вот, вот здесь мы можем выбрать, какими деньгами мы будем компенсировать убытки в случае чего, какими деньгами мы рискуем. Есть два вида маржи – изолированная и перекрестная. Изолированная маржа означает, что вы будете рисковать только теми деньгами, которые сюда вложили. Что ты будешь рисковать только теми деньгами, которые сюда вложил. Перекрестная маржа означает то, что ты будешь рисковать всеми деньгами на твоем фьючерсном кошельке. Если нажмешь подтвердить, то ты теперь рискуешь всеми деньгами на фьючерсном кошельке, но только на фьючерсном. Помнишь, вот здесь у тебя есть фьючерсы, есть фиат и спот. Ты не рискуешь деньгами с фиатного кошелька и со спотового кошелька, только с фьючерсы USDM. То есть вот этим всем моим балансом 87 долларов. Если же я выбираю маржу изолированную, то только теми деньгами, которые сюда я вложил именно в эту сделку. Сколько участвуют в сделке, столькими деньгами я буду рисковать. Если ты новичок, выбирай изолированное и даже не думай, потому что перекрестная маржа по невнимательности на первых парах может съесть все твои деньги с фьючерсного баланса. Я надеюсь, что понятно объяснил, как работает тип маржи и как работает кредитное плечо. То есть если мы выберем кредитное плечо, например 10x и вложим 10 долларов, сколько денег мы получим? 100 долларов. Правильно? Наши деньги, 10 долларов, умножаются на 10 на наше плечо. Наша прибыль тоже умножается на 10. Наши убытки тоже умножаются на 10. То есть все умножается на 10 по нашей позиции. Соответственно кредитное плечо выступает в роли такого ускорителя. Оно ускоряет ваш рост и ускоряет падение. Поэтому ни в коем случае не выбирай большое кредитное плечо на первых парах. Это самое опасное, что ты можешь сделать. Выбрать кредитное плечо 50 либо 100. Здесь даже есть 125. Представь, если ты выбираешь кредитное плечо 100, цена идет на 1% не в твою сторону. Ты поставил на повышение, а она идет вниз на 1%. Ты теряешь 100%. Ты теряешь полностью всю свою позицию. Поэтому не играй с этим. Выбирай плечо до 10. На первых парах вообще лучше до 5. Выбираешь, например, 5x, подтвердить. Это и так уже хорошее плечо. Твои победы умножаются на 5. Твои поражения тоже умножаются на 5. Поэтому будь осторожен. Здесь ты выбираешь тип заявки. Заявка по-английски будет ордер, поэтому все трейдеры называют именно ордер ордера. Ордер на покупку, ордер на продажу. Да и здесь вот отображаются тоже открытые ордера, истории ордеров. Выбираешь ордер, у тебя будет лимитный либо рыночный. Пока что эти два рассмотрим. В лимитном тебе необходимо саму написать вручную цену. Либо вот здесь нажать на стакан. У тебя автоматически заполнится это поле. Можешь нажать на кнопку последняя цена. И у тебя автоматически вот здесь последняя цена заполнится. И вводишь количество USDT, которое ты хочешь купить. Либо в биткоинах можешь указать, так как пара биткоин к доллару. Например, я указываю 50 долларов. И смотри, вот здесь внизу отображается, сколько долларов я потрачу. Я потрачу 8 на 25, ну примерно 10 долларов, потому что у меня стоит пятое плечо. Потому что вот эти 10 долларов умножатся на 5 и получится 50. То есть я трачу 10 долларов, все остальное мне дают в кредит Binance. Это и называется торговля с плечом. Здесь указывается уже конечная цена сделки. Не столько, сколько ты вложишь, а потом Binance это умножит. Да, как я тебе объяснял. Просто так проще понять. А здесь указывается уже итоговая цена сделки. Например, 100 долларов, то у меня отобразится 16. Если укажу 500 долларов, то у меня отобразится, что мне нужно 99 долларов. То есть 100 баксов. Соответственно, Binance умножает на 5, получается 500. То есть 400 долларов мне дает в долг Binance. Так, ну давай откроем позицию на 50 долларов, небольшую, по рынку. Чтобы прямо сейчас открылась позиция. По лимиту нам необходимо для открытия ордера указывать цену. По рынку цена открывается прямо сейчас, по той цене, которая сейчас есть. И прямо сейчас заявка будет исполнена. Она не будет отодвинута в стакан куда-нибудь. Если ты прокажешь цену на покупку сильно ниже, ты захочешь дешево купить, то тебя поставят в очередь за теми людьми, которые тоже хотят купить подешевле. Вот в определенную очередь, в зависимости от того, какую цену ты укажешь. Или на продажу. Слишком дорого захочешь продать, тоже тебя поставят в очередь. А по рынку ты можешь прямо по текущей цене купить или продать. Но от этого зависит уровень комиссии. Вот здесь отображается уровень комиссии. Есть комиссия тейкера и комиссия мейкера. Когда ты делаешь рыночную заявку, или еще она называется заявка по маркету, рынок, опять же на русский язык market, поэтому это называется market order. Когда ты делаешь рыночную заявку, market order, то ты платишь комиссию 0.04%. Когда ты торгуешь по лимитке и выставляешь сам цену, то ты платишь комиссию в два раза меньше, 0.02%. Поэтому лучше выставляться по лимитным заявкам, но пока ты новичок, эта комиссия, она не такая большая, плюс у тебя уже есть скидки на комиссии, которые мы вначале обсуждали, поэтому можешь использовать торговлю по рынку. В будущем потихонечку переходи на лимитные заявки и вручную уже вписывай цены. Тут опять же, как тебе больше нравится. Я, честно говоря, знаю трейдеров, которые получают большие деньги и торгуют по рыночным заявкам. Они торгуют по рынку, поэтому как тебе удобно будет, так и торгуй. Выбираем тоже, например, так. Я здесь могу выбрать процент от моего депозита. Могу вот здесь вот нажать и давай не в процентах, просто это удалим, а укажем 50 долларов на покупку. И давай откроем лонг. Опять же, я сейчас не провожу никакого технического анализа. Показываю тебе просто, как все работает. Купить лонг нажимаю. Вот здесь, видишь, отобразилась моя позиция на покупку в лонг. Написано BTC USDT, бессрочный. Это как раз таки то, что вот тут написано у нас, бессрочный контракт с пятым плечом. Вот он размер позиции. Цена входа, цена маркировки и цена ликвидации. Цена ликвидации – это та цена, при достижении которой моя позиция будет ликвидирована. То есть, опять, как я тебе объяснял, цена падает настолько сильно, что здесь же вложены и деньги Binance. И когда твои деньги, которые находятся в этой позиции, уже не могут перекрыть убытки, которые несет Binance, то он забирает твои деньги в качестве компенсации своих убытков и ликвидирует твою позицию. Поэтому здесь всегда ты видишь цену ликвидации, от которой мы тоже сейчас будем отталкиваться, буду рассказывать, что с ней делать. Коэффициент маржи и сама маржа. Сейчас про коэффициент тоже поговорим. Маржа 8.28 USDT. Это то, сколько денег здесь твоих есть. То есть, твоих денег здесь 8 долларов, а общий размер 41 доллар. Мы открывали на 50. Почему здесь тогда там рожается 41? Дело в том, что не всегда открывается именно та цена, по которой ты задал, потому что ты торгуешь на фьючерсах. Это не спотовый рынок, имей в виду не то количество, которое ты указал. Может быть и чуть-чуть меньше. Опять же, это не критично. Здесь ты можешь закрыть позицию по рынку, либо по лимиту. То же самое, что здесь. Либо указать цену, по которой твоя заявка, твоя позиция будет закрыта. Либо выбрать рынок. Вот здесь нажать рынок. И закрыть прямо сейчас по текущей цене. Здесь отображается, кстати, да, прибыль, либо убытки в процентах и в долларах. Далее. Есть такая штука, как take profit и stop loss. Вот здесь ты можешь ее указать. Нажимаешь на карандашик. И здесь ты можешь указать маркировку для take profit или stop loss. Что это такое? Мы сейчас с тобой поставили на повышение. Соответственно, когда цена дойдет до, например, какого-то уровня, мы хотим, чтобы прибыль наша зафиксировалась. Потому что я не могу все время сидеть у графика. Я, например, пошел спать. Либо пошел анализировать какую-то другую графику. А цена уже выросла, а потом упала. И получается, что я не успел зафиксировать свою прибыль. Вот как здесь, например. Цена выросла и опять упала. Поэтому я могу выставить, чтобы, когда цена достигнет вот такой отметки 46 068 долларов, моя прибыль зафиксировалась. Давай я это прямо здесь запишу. Что я делаю? Нажимаю здесь на карандашик. Take profit. Пишу 46 068, например, долларов. Подтвердить. Так, давай вот здесь вот включим открытые ордера и позиции. Для того, чтобы нам было удобнее все это смотреть. Вот. Сейчас появилась моя заявка на take profit. Давай ее удалим. Прямо вот здесь крестик нажмем. 46 068. Так. И еще раз укажем. Вот видишь, здесь ничего нет. Моя открытая позиция. Зеленым отображено, где я открылся и где сейчас нахожусь. Нажимая на карандашик, пишу 46 068 долларов. Подтвердить. Видишь, появляется вот здесь вот такая граница, по достижении которой, если цена уйдет сюда, то автоматически эта позиция будет закрыта в плюс. Я получу плюс. Также необходимо ставить стопы. Например, если цена выйдет вот здесь вниз. Я, например, предполагаю, что если цена выйдет за вот этот уровень, да, то она пойдет еще дальше вниз. Поэтому я могу выставить стоп. У меня есть еще цена ликвидации 33 000 долларов. И я не хочу, чтобы моя позиция ликвидировалась. И у меня забрали все деньги, которые сюда вложил. 8 долларов. Поэтому я, например, хочу, чтобы если цена дошла до 38 38 159, вот до этого уровня, у меня автоматически моя сделка закрылась. Я понес убытки, но эти убытки небольшие. Не полностью потеряю свои 8 долларов. Понимаешь, да? То есть я подстраховываюсь. Если уж пойдет вниз, то тогда закройся вот по этой цене. А если вверх, то вот по этой цене тоже закройся, и я получу прибыль. Так, давай пропишем цену. Здесь, например, 38 075. Также нажимаем на карандашик. Вот здесь у нас уже указана take profit цена. Take profit – это как раз-таки, переведя на русский язык, take – брать, да, profit – прибыль. И стоп-лосс прописываем. Так, какой у нас был? 78. Давай 279. 78 279. Подтвердить? Вот, смотри, кстати, вот тут пишется тоже. Так, тоже, что я еще пишу? 78 38 279. Так, пишу 38 279. Вот здесь пишется, сколько я потеряю в долларах именно из своих денег. Я потеряю 3 доллара. То есть, вместо 8 долларов, которые у меня ликвидируются, если вдруг цена достигнет 33 100, я потеряю всего 3 доллара при достижении вот этой цены. Автоматически совершится продажа, я потеряю 3 доллара. Когда мы писали take profit, тоже у нас пишется, что мы заработаем 4 доллара. То есть, это 50% сверх нашего депозита. Нажимаем подтвердить. Все, смотри, выставилось здесь стоп-лосс. Стоп-лосс тоже с английского переводится как остановить потери. Таким образом, вот в этом коридоре у нас будет торговаться цена. Если вдруг она идет выше, то у нас продается автоматически по take profit. Если она вдруг идет ниже, у нас продается автоматически по стоп-лоссу. Вот здесь в разделе открытые ордера, они у нас отображаются. Отображаются take profit и stop market, тоже stop loss. Мы можем их всегда закрыть, вот здесь нажать на картинку, либо вот здесь удалить прямо на графике. За выставление take profit и stop loss никакой комиссии не берется. Это просто заявки, как заявка на покупку или на продажу. Ты можешь выставить заявку, а потом ее отменить, и комиссии за это никакой не берется. Давай сейчас закроем ее по рынку, получим какую-то небольшую прибыль в процентах. Давай, нажимаем рынок. Все, наша сделка закрылась. Теперь давай разбираться, какие есть еще возможности. Во-первых, в разделе вот на про рынок или лимит, неважно, мы можем выставлять take profit и stop loss сразу же. Не обязательно их выставлять уже в открытой позиции. Вот здесь я пишу также 50 долларов и выставляю take profit по определенной цене. Прямо так же ее тут прописываю. 45 280, например. 45 280. И stop loss я выставляю на 38 204. 38 204. И нажимаю купить long, например. Все, автоматически выставилась моя заявка, точнее открылась позиция на покупку, видишь, на повышение. И здесь у меня автоматически и take profit выставился, и stop loss тот, который я тут указал. То есть это можно прямо при открытии позиции. Потом вот здесь можно уже... Так, да, вот здесь не трогай, когда у тебя открытый take profit и stop loss. Ты их сначала удали вот здесь, например. Здесь можно удалить или отменить все. Например, все, подтвердить. Все, отменятся все take profit и stop loss. Здесь их можешь уже указывать вручную. Но давай тоже закроем эту позицию по рынку и пойдем дальше. То есть я думаю, здесь вообще все максимально понятно, как работает take profit, stop loss и покупка по рынку. То же самое работает и на понижение. Когда мы указываем на 50 долларов, и теперь я уберу на про take profit и stop loss, просто нажимаю продать short. Соответственно, на 50 долларов я ставлю, что цена будет снижаться. Если цена будет снижаться, то я буду получать плюс вот здесь. Если цена будет повышаться, я буду получать минус. То есть мне выгодно, чтобы она снижалась, потому что я выбрал здесь, поставил красное, так сказать, выбрал продать short. Давай тоже закроем позицию по рынку и пойдем дальше. Далее stop limit. Вот такие две похожих позиции, stop limit и stop market, позволяют тебе открыться при достижении определенной цены. Открыть позицию при достижении определенной цены. Ты можешь купить дороже, чем цена есть сейчас. То есть сейчас, если я попробую открыться по цене дороже, чем есть сейчас, я просто не смогу открыть такую позицию. У меня откроется по текущей цене. Зачем? Я, например, ставлю на повышение. Я сейчас говорю про повышение. Зачем мне открываться по цене дороже, чем есть сейчас? Дело в том, что иногда, когда ты анализируешь график, ты понимаешь, что цена сейчас движется вот в таком коридоре. Если совершится пробой и цена пойдет вверх, выйдет за определенный уровень, то дальше она пойдет только вверх. Там еще она продаст 10%. И ты можешь поставить вот здесь, чтобы у тебя произошла покупка. Ты выбираешь стоп-лимит и выбираешь цену маркировки, например, цену, при которой у тебя сработает этот стоп-лимит. И здесь выбираешь, по какой цене у тебя выставится заявка. Дело в том, что стоп-лимит часто не срабатывает при особенно сильном движении цены. Поэтому, чтобы у тебя точно все сработало, указывай стоп-маркет. Отличаются они только комиссией, которую ты заплатишь. То же самое, как здесь по маркету ты делаешь, по рынку, либо по лимиту ты делаешь. Но когда тебе нужно открыть такую позицию, лучше заплатить комиссией больше, но ты точно откроешься по той позиции, которую ты указал. Потому что из-за сильного движения цены, выставишь по стоп-лимиту, у тебя просто не успеет выставиться заявка, как цена еще выше пойдет. Выбираешь стоп-маркет и здесь уже указываешь цену, по которой будет совершена покупка. Пример 48, 48, 648. Цена 48, 648 на 50 долларов. Я ставлю на повышение. Все, смотри, вот здесь создается ордер на покупку. Когда цена достигнет вот такого уровня, у меня автоматически купится биткоин на 50 долларов. Опять же, с пятым плечом все так же. Вот когда цена здесь будет, произойдет покупка. Вот здесь в открытых ордерах отображается этот ордер на покупку. Я его могу закрыть и тоже не заплачу никакой комиссии. Ни за открытие, ни за закрытие. То, что мы выставляем ордера, они никак не оплачиваются. Так что за это не переживай. Далее, перед трейлинг-стоп и прочими, я хотел еще остановиться на калькуляторе. Это очень важная вещь на торговле фьючерсами. Смотри, вот здесь есть такой значок калькулятора. Нажимаешь на него и здесь ты можешь рассчитать, сколько ты заработаешь или сколько ты потеряешь при том, как ты ставишь. В лонг или в шорт, на повышение или на понижение. Здесь ты можешь выбрать, что ты рассчитываешь. P&L – это доходность. Целевую цену, цену ликвидации. Максимальное открытие, цена открытия. Ну, давай, например, доходность. Смотри, цена входа. Указываем. Мы, например, входим по 41.398. Цена выхода, например, на 50 долларов продать мы хотим по 41.900, к примеру. Вот здесь выставляешь плечо, обязательно, у нас пятое плечо. Выбираешь, что мы в лонг ставим на повышение и нажимаешь рассчитать. А здесь он показывает твою маржу. Ты, например, 8 долларов сюда заносишь. Получишь при том, что цена достигнет такого уровня с пятым плечом, получишь 50 центов. Прибыль составит 6% от твоих 8 долларов. Если же ты укажешь плечо, например, 50, рассчитать, то уже ты меньше занесешь долларов и получишь уже 60% от своего депозита. Поэтому здесь очень удобно рассчитывать, с какой ценой открываться и закрываться. Сейчас покажу на практике. Смотри, как пользоваться калькулятором прямо на живом примере. Например, я открываюсь по рынку на понижение. Цена пойдет вниз, тогда я выигрываю. Да, то есть тогда я зарабатываю. Открываюсь, например, на 100 долларов. С пятым плечом примерно 16 долларов у меня, это будут мои деньги, все остальное заемные. Нажимаю продать, шорт и автоматически открывается позиция. Вот, на понижение. Мне нужно выставить take profit и stop loss позиции. Что мне делать и какие цифры мне выставлять? Хорошо, когда твои риски и прибыль составляют 1 к 3. То есть ты рискуешь потерять 1%, чтобы заработать 3%. Ну или если это мультиплицировать, то ты рискуешь 10% ради 30% прибыли. Вот так. Либо рискуешь потерять x1 ради того, чтобы получить в 3 раза больше прибыли x3. Это прям идеально. Но так бывает не всегда. Поэтому давай рассчитаем. Смотри. У нас с тобой есть цена входа. 41,336. По этой цене мы вошли. Нажимаешь калькулятор. И здесь ты можешь посчитать целевую цену. Нажимаешь целевая цена. Цена входа 41,336. И здесь ты выбираешь, сколько ты хочешь заработать. Так, мы с пятым плечом торгуем. Ты свои риски и прибыль оцениваешь, хочешь, чтобы они были 1 к 3. 30% ты хочешь заработать. Нажимаешь рассчитать. Нет, мы поставили в short. В short нажимаем рассчитать. Вот. Ты заработаешь 30%, когда цена достигнет 38,855. То есть, когда цена достигнет этой отметки, ты заработаешь 30% к своему депозиту. 38,855. Давай это и поставим сейчас у нас в take profit. Вот здесь нажимаем take profit, 855. Все, смотри. Когда цена достигнет такого уровня, когда она снизится, мы же поставили на понижение, когда она достигнет такой отметки, ты получишь 4,96 долларов, что составляет 30% прибыли. Нажимаешь подтвердить. Теперь посчитаем убытки. Нажимаешь калькулятор. Здесь тоже short. И давай уже поставим тоже, напишем 41,336. И уже минус 10% рассчитать. Так, short, плечо. Это не забывай рассчитать. 42,162. Когда цена достигнет такой отметки, ты потеряешь 10%. Давай попробуем эту цифру и записать в stop loss. 42,162. Закрываем. Здесь пишешь. 42,162. Подтвердить. Все, смотри. Здесь у тебя получился как раз риск менеджмент на уровне 1 к 3. Опять же, я сейчас не провожу никакого технического анализа, а просто показываю тебе, как работают на практике инструменты эти. То есть, если цена мы сейчас с тобой поставили на понижение, если цена пойдет вверх на 10%, то мы потеряем эти 10%, автоматически совершится продажа. Но если она дальше пойдет вниз, как мы с тобой и поставили, как мы с тобой предполагали, то продастся, когда цена достигнет 30% от текущего уровня вниз. Опять же, цена достигнет не 30%, это наша с тобой прибыль достигнет 30%, потому что у нас плечо x5. Соответственно, мы рискуем 10% чтобы забрать 30%. Таким образом, даже из нескольких сделок, представь, если 3 сделки у тебя, на 2 сделках ты потерял по 10%, а на 3 ты заработал 30%. Соответственно, ты уже в плюсе. Поэтому старайся придерживаться того и спрашивать себя, стоит ли игра свеч, проще говоря, стоит ли профит того риска, который ты несешь. Если риск, вот этот риск у тебя достаточно высоко, то есть ты понимаешь, что сюда цена реально может дойти, вот здесь она реально сюда может дойти по текущему графику. Ты понимаешь, что игра не стоит свеч. Реальный риск, реальный стоп-лосс должен стоять хотя бы где-то здесь. Это даже не анализ такой быстрый на скидку. И ты понимаешь, что игра не стоит свеч. В то же самое время, прибыль тоже понимаешь, что маловероятно, что сюда уйдет прибыль у нас. Вот таким образом ты считаешь вероятность. И это поможет тебе меньше терять и больше зарабатывать. Далее по марже. Дело в том, что ты можешь отодвигать цену ликвидации. Когда ты уверен, что цена пойдет в твою сторону. Ну, например, у нас здесь цена ликвидации находится выше цены открытия. Давай все это удалим сейчас, открытые позиции. Выше цены открытия, потому что мы поставили на понижение. Если цена пойдет вверх, то мы начнем нести убытки. Если цена пойдет вниз, то мы, наоборот, несем прибыль. У нас даже тут размер открытой позиции минус 86, потому что у нас на понижение стоит. Минус 82, извиняюсь, и 6. Цена ликвидации у нас стоит вот здесь, 49 тысяч долларов, примерно вот тут. Когда дойдет цена до сюда, позиция ликвидируется. Но предположим, что цена уже подбирается к цене ликвидации. Но ты понимаешь, что она скоро пойдет вниз. Но тебе нужно переждать вот эту цену. Чтобы не рисковать, ты можешь докинуть сюда еще своих денег. Нажимаешь вот здесь маржа и добавляешь. Например, смотри, у меня здесь 16 долларов. На балансе еще 72. Могу докинуть еще, например, 10 долларов сюда. Подтвердить. Все. Теперь у меня стало 26 долларов. И цена ликвидации у меня отодвинула стала 54 тысячи долларов. Вот здесь уже она стала. Видишь? То есть насколько она поднялась. Я могу докинуть еще денег. И цена ликвидации еще станет выше. То есть она будет отодвигаться все дальше и дальше. В зависимости от того, как много у меня здесь денег лежит. Почему она отодвигается? Потому что Binance понимает, что у вас есть деньги для того, чтобы заплатить в случае того, если ваша позиция закроется в минус. Вот так. Давай закроем тоже по рынку. Смотри. Несколько практических советов. Скорее всего, ты не будешь торговать на биткоине. Ты, скорее всего, будешь выбирать себе какую-то другую монету, которая более волатильная. На ней можно больше заработать. И монет действительно много. И не стоит акцентироваться именно на биткоине. Но если ты посмотришь на график этих монет, на одну, например, вторую, то увидишь, что они, в принципе, похожи друг с другом. Дело в том, что они похожи не друг с другом, а они похожи с биткоином. Все они реагируют на биткоин. Если биткоин идет вверх, то и монеты тоже, скорее всего, альткоины, все тоже пойдут вверх. Если биткоин идет вниз, то и они тоже пойдут вниз с большей вероятностью. Так бывает не всегда, но в основном именно так. Поэтому ориентируйся на цену биткоина. Лучше добавь ее себе вот здесь обязательно, BTC, USDT, даже если ты не будешь торговать с биткоином, для того, чтобы ты видел, как меняется цена. Ты мог всегда переключиться, посмотреть на график, что сейчас с ценой битка. И также, вот видишь, биткоин вырос и примерно все то же самое зеленое. Биткоин – это такая метрика того, куда, скорее всего, пойдет цена. Но, опять же, она работает только тогда, когда биткоин прям резко идет куда-то вверх или вниз. В общем и целом, цены каждой монеты торгуются, естественно, отдельно по своему теханализу, по своему фундаментальному анализу. Просто я говорю о том, что когда биткоин сильно идет вверх, то и монета идет вверх. Когда биткоин идет сильно вниз, тогда монета идет вниз. Что это значит? Когда биткоин очень сильно начинает падать, а ты начинаешь ставить на какой-то монете на повышение, то, скорее всего, она тоже упадет вслед за биткоином. Или наоборот, биткоин начинает расти, а ты ставишь на понижение на какой-то монете. Это глупо, потому что, скорее всего, она пойдет вслед за биткоином. Поэтому на это обращаю внимание и не торгуй против рынка биткоина. Во всем остальном, мне больше нравится торговать на отдельных монетах. Вот здесь у тебя есть такие инструменты, с помощью которых ты можешь чертить уровни поддержки, сопротивления и прочее. Вот уровни Fibonacci есть. Здесь можно переключиться, кстати, на TradingView, если тебе так удобнее будет. И можешь по TradingView тоже чертить. Можешь взять линейку, посмотреть, сколько там. Например, если цена упадет вот до сюда, 43% это будет вниз от текущей цены. И также вверх ты можешь смотреть. И просто пока попробуй поизучать графики. То есть не сразу залетая, попробуй поизучать графики, как они менялись, какие у них были корреляции. Ты поймешь, что все графики на самом деле похожи. И история всегда повторяется. То, что было в прошлом, скорее всего, будет и сейчас, в будущем. Используй это для того, чтобы торговать. Проанализируй несколько часов, посмотри графики, возможно, несколько дней. И потом уже заходи и начинай торговать. Начинай, пожалуйста, только не с больших сумм, не с большим плечом. Плечо 20x сейчас стоит, это как бы много. Когда переходишь на монетку, другую смотри, чтобы тебе плечо не менялось, 5x. Все, маржа тоже изолированная. Все, я не буду затягивать. Специально не делаю, как некоторые на ютубе, по 3 часа ролики для того, чтобы сохранить твое время. Спасибо за просмотр. Напиши отзыв свой в комментах, понравился тебе ролик или нет. Больших тебе заработков, успехов. Пока.